Приветствую вас. Я думаю, что ситуация не совсем такая однозначная, как она видится вам в том смысле, что нет здесь, на мой взгляд, такого четкого разграничения, что мужчина хочет с вами расстаться, или мужчина не хочет с вами расстаться. Мне кажется, что ситуация несколько посложнее будет, и я, собственно, в своем ответе стараюсь вам объяснить, почему я так считаю. Значит, как понять, если мужчина действительно решил расстаться? По поступкам. Мужчина, судя по поступкам. Так было всегда. Да? Вот. Далее. Я живу в гражданском браке. С мужчиной пишите вы. Ну, здесь сразу невольно встает вопрос о том, почему вами был выбран именно гражданский брак с человеком, а не, соответственно, что-то еще. Да? То есть, почему вы живете в гражданском, а не в официальном браке. Вот сколько вы живете в гражданском браке. Заботы и ласка я обделена не была, не была, каждый день говорила, что любит меня, и подтагал с моим прихотом. Лишний раз боялся со мной ссоры, и ты всегда говорила об этом. Ну, вы знаете, есть ощущение, что мужчина здесь себя как-то принижает. Есть ощущение, что мужчина здесь как-то на себя наступает, на себя на горло наступает. Есть такое ощущение, по крайней мере, у меня. Вот. Вот. И я, в общем-то, не думаю, что это прошло бесследно для ваших отношений, в принципе. Вот. Потому что, ну, потому что во вкоре он чувствовал себя уже тогда как-то вот в напряжении, несмотря на то, что он вами дорожил, я уверен, дорожил, несмотря на то, что вы ему важны. Вот. Он чувствовал себя в напряжении из-за того, что он, как вы, как вы говорите, потакал своим вашим прихотем и боялся с вами ссориться. Вот. Боялся ссориться, это вообще, вообще очень тревожная история с точки зрения психотерапии, потому что, ну, во-первых, что значит боялся ссориться, да? То есть, вы же тоже ответственны за, ну, за отсутствие или наличие ссоры в отношениях. Так получается, что ответственны за ссору, в которой участвуют два человека, несёт только он один. Ну, это не очень хорошая ссора. Вот. Кроме того, сама по себе ссора уже говорит об определённых проблемах. Ну, и поведение в ссоре, поведение в конфликте тоже нуждается в корректировке, если вы, например, не можете друг другом обсуждать сложные моменты так, чтобы это приводило к чему-то, ну, к каким-то моментам, к каким-то вещам. Дальше. В один момент начались у него проблемы на работе, он уходит по собственному желанию, я решил взять много года время отпуска, так как он очень переживал, мы работали вместе. Ну, опять же, здесь вот у меня возникло ощущение, что уже вы берёте за него ответственность на себя, да? То есть, вы уходите в отпуск только потому, что мужчина ушёл по собственному желанию. Непонятно, хотел ли он этого, чтобы вы уходили, и так далее, в отпуск. Он это особо не оценил, и спал в депрессии. Ну, вот, опять же, вы что-то сделали, и вы ждали, что он это оценит. Вы, получается, это сделали не совсем для него, а для того, чтобы он оценил. Ну, эта история достаточно показательная. Тут нужно смотреть, как часто вы делаете, вы делаете для него что-то, что именно нравится, что хочется нравиться вам. Дальше. Значит, он спал в депрессии, спал целыми днями, я как могла поддерживал и ухаживал за ним. Ну, опять же, в свете того, что вы написали до, ой, не до, а после, простите, в свете того, что вы написали после, я думаю, что тот факт, что вы ухаживали за ним и поддерживали его, ну, свидетельствует несколько о том, что вы надеялись, что он из этого состояния выйдет и начнет вести себя с вами так же, как раньше. То есть, вам, вы хотели, чтобы он там быстрее вышел из этого состояния, чтобы начало давать вам то, что вам нужно. Вот. Ещё раз, Елизавета, я не претендую на истину, я не хочу сказать, что это действительно так, но мне так кажется, мне так видится. Вот. То есть, я бы здесь поставил вопрос так, почему вы за ним ухаживали и поддерживали его, насколько это было свободным, насколько это было естественным поведением для вас. Вот. И, очень важно, то, как мужчина это воспринимал сам по себе. Дальше. В этот момент у нас прекратилась интимная близость, ласки присутствовали. Он продолжал говорить, что любит меня и что я самая лучшая, что у него нет и что у него нет. Ну, это нормально. Когда у мужчины возникает какая-то вот ситуация психологическая, не совсем ровная, то у него пропадает либидо. Это нормально. В один момент я хотел проверить его и сказал, что хочу расстаться, так он убивает во мне женщину, потому это меня не желает. Ну, вот здесь, по сути, имеет место быть манипуляция Елизавета, да, и перенос на человека ответственности за то, что вы их себе сомневаетесь. При том, что ему в этот момент, ну, он в этот момент достаточно уязвим. Вот я бы хотел, я бы хотел раскрыть этот момент Елизавета лично для вас, почему вы хотели его проверить. Понимаете, я не хочу вас обвинять. Я не считаю, что вы поступили как-то плохо. Я не считаю, что вы не должны были так поступать. Вы поступили так, как поступили. Это ваше право. Вопрос заключается в том, что вы хотели его проверить. То есть, это, по сути, манипуляция. Это, по сути, манипуляция. Это, по сути, обман. Потому что вы сказали, что хотите не расстаться. На самом деле, не желаю этого. И, судя по всему, не очень понимаю, как мужчина отреагирует. Ведь, если вы хотели его проверить, значит, вы были в нем не уверены. А если вы в нем не уверены, то вы, получается, не так хорошо его знаете. А значит, реакция могла быть какого угодно. Понимаете? Но, вместе с тем, вместе с тем, раз вы хотели его проверить, значит, вы хотели получить подтверждение чего-то. А значит, вы в себе это, например, женщину не чувствуете, безусловно. Потому что женщину в женщине нельзя убить никакими действиями. Если сама женщина себя ценит, любит и принимает. У вас ощущение себя женщины зависит от того, хочет ли вас мужчина. То есть, это условность. И эта условность делает вас уязвимой. Дальше. Так. Он попытался сослаться на тот, что сейчас переломный момент в его жизни. Он просто дальше об этом не думает. Сказал, чтобы я все точно обдумал, и он примет любое мое решение. Ну, то есть, очевидно, что человек сомневается в себе и в том, что он может дать вам то, что вы хотите, по его мнению. И здесь, опять же, не совсем ясна именно ваша позиция. То есть, то, что вы сделали, то, что вы хотели сделать, именно по отношению к нему. Да, то есть, вот он сказал вам свою позицию, и вы сказали, да не, ничего, это я так, просто прости меня, пожалуйста. Но этого, судя по всему, не было. Потому что, в итоге, через какое-то время он начал говорить, что сам давно хотел расстаться и уже об этом думал. Но в каком контексте он об этом думал? Почему он хотел расстаться? Он же не сказал, что не любит вас, он просто хотел расстаться. Может быть, ваши отношения, как я уже сказал, просто на него давят. В таком случае, это нормальная и естественная позиция. Но как? Как что? Только вчера он говорил, что любит меня. Ну, любовь его никуда не делает, чувства никуда не делят. Но есть еще и разум, есть еще и мысли, которые могут диктоваться совсем другое. И не всегда люди руководствуются именно чувствами, особенно мужчинам. Я согласилась на его решение. Почему? После этого разговора выгонять из квартиры меня не торопятся, а должны. Как-то выпил, сказал, что скучает и любит меня, ведет себя хорошо. Оценка его поведения. Все также заботится, звонит, пишет сам смс, когда уходит из дома, но при этом называет меня другом и что у нас ничего нет. Потому что боится сближаться, будучи неуверенным в вас. Ведь вы сказали, что хотите от него уйти в переломный момент. И он понимает, что, возможно, вы не принимаете его слабым. Я не понимаю, что он хочет этим показать. Показать он хочет то, что вы ему не безразличны, но он понимает, что вы не готовы принять его слабым. И что мне сделать, чтобы вернуть все? Просто раскрыть ему свои чувства. То есть вернуть все, может быть, не получится, но раскрыв чувства, по крайней мере, вы можете рассчитывать на искренность. Действительно ли он хочет со мной расстаться? Ну, я думаю, что нет, потому что если бы хотел, он бы не делал всего того, что делает. Но опять же, это сомнения у вас в себе или совета. И именно с сомнениями в себе нужно в первую очередь исследовать. Именно сомнения в себе нужно в первую очередь исследовать вам. Почему вы сомневаетесь, почему вы не уверены в себе и так далее. Все это время намеков на интим не было. Ну, это связано как с тем, что мужчина перестал вам доверять и не хочет заниматься с вами сексом, чтобы не привязываться к вам. Либо это связано с тем, что у него пропало либидо под давлением всех факторов, о которых вы писали ранее. Если у него есть другая, пока не думаю, так как всегда учитывается сомнения. Ну, здесь опять же идет как бы сомнение и страх, неуверенность в себе у вас. Что мне делать, я ничего больше не понимаю. Что делать, чтобы что? Вернуть отношения, это один момент. Вы можете вернуть отношения только если раскроете свои настоящие чувства, какими бы они не были. Но я думаю, что подобная ситуация будет повторяться еще, потому что вы склонны проверять человека. Я опять же не говорю, что это прямо что-то такое криминальное, да, не говорю, что это прямо что-то плохое. Но если вы склонны людей проверять, значит вы не совсем уверены в себе. А раз вы не совсем уверены в себе, значит единой линии поведения у вас нет. А значит человек может испытывать проблемы с доверием к вам. И это может послужить началом проблем общего отношения. Вот. Еще немаловажным фактором является то, как вы устраиваете отношения с мужчиной, да. То есть тут я увидел, что вы, ну, занимаете позицию такую больше ведущего, да. То есть мужчина потакает всем вашим прихотем, боится с вами ссориться и так далее. То есть это вот такая позиция, которую желательно подтвердить у мужчины, насколько она ему комфортна. Ну вот. Потому что есть ведь причины, по которым он думал с вами расстаться. И эти причины, я точно уверен, не его чувства. Ну вот. То есть, первичная, как бы первичная основа для таких мыслей не чувства. Понимаете? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.